Конгресс молодых ученых стал ключевым событием этого года в рамках десятилетия науки и технологий. Три тысячи участников из более чем 40 стран, а также представители крупнейших компаний, научных организаций, институтов развития собрались в Сочи обсудить важнейшие научные проекты, в том числе и в сфере космонавтики. В ходе Конгресса прошла встреча молодых ученых с российскими космонавтами. И не только с теми, кто совсем недавно были в космосе, но и с теми, кто сейчас находится на МКС. Добрый день, молодые ученые! Одной из ключевых дискуссионных площадок стала сессия о создании спутниковых группировок. Роскосмос поделился планами на новые проекты в этой сфере и новыми возможностями спутников будущего. Роскосмос уже не первый год реализует ряд программ. Одна программа для нас базовая – это программа «Универсат». Это запуск научно-образовательных космических аппаратов наших опорных вузов. Мы поддерживаем программу «Спейспи», которая также реализует фонд поддержки инноваций. И основная задача всех этих программ – во-первых, вовлечь молодежь в решение задач по созданию аппаратов, чтобы они проходили полный цикл создания будущего взрослого изделия. Во-вторых, это обкатка полезных нагрузок, которые мы можем использовать для наших будущих группировок. Одна из основных задач Роскосмоса на ближайшие 10 лет – привлечь в сферу космонавтики талантливую молодежь. На сессии «Кадры будущего» рассказали про молодежные конструкторские бюро. Новый проект, над которым будет работать и Роскосмос. На Конгресс приехали и молодые ученые предприятий Роскосмоса, которые также принимали участие в сессиях Конгресса. Такие мероприятия, как Конгресс молодых ученых, крайне важны, как и для нашей отрасли, так и, в принципе, для научного сословия. Ну, потому что, по большому счету, вы можете быть первоклассным специалистом, но если вы не обмениваетесь опытом, если вы не ведете научную жизнь, ну, будем честны, вы являетесь ремесленником. И весь свой опыт вы можете передавать только вот из уст в уста и показывая, как это делается. Наука – это все-таки и документы, и знания, которые упаковываются правильно и правильно ретранслируются. Конгресс вообще очень хорошая площадка для того, чтобы посмотреть на работы в смежных отраслях, пообщаться с представителями других направлений, посмотреть, какие у них идут разработки, обменяться знанием, обменяться опытом. Может быть, найти коллег, которые захотели бы работать или помочь в работе над своим проектом. Корректор А.Кулакова